Они ехали не на халяву, они дали деньги. И это проблема кондуктора, который не смогла найти моим детям сдачу. Случай вопиющий. Племянников Елены выгнали из автобуса на улицу мальчишек с пятитысячной купюрой. Родители отправили в парикмахерскую. Они сели в маршрутку, но кондуктор отказалась менять деньги и высадила детей на ближайшие остановки, решив, что они хотят проехать бесплатно. Дети в итоге в парикмахерскую опоздали. Был сильный ветер, дети замерзли. Как так можно? И ни один пассажир не заступился за детей. Сегодня мои дети на этом месте, завтра могут быть ваши дети, ваши внуки. Как так можно было не заступиться за детей? Никите и его восьмилетнему брату пришлось бродить по магазинам, чтобы разменять деньги и все же уехать. А поскольку их остановка находится на окраине города, еще и следующий автобус дети ждали около 20 минут. Подросток рассказывает, мало того, что из салона высадили, так еще и отругали. У нее вроде бы была сдача, но она просто не хотела ее давать. Сказала, меняйте как хотите, ехать дальше вы не будете, на следующий выходите. Она весь автобус качала. Брат, он маленький, просто сидел, слушал. Мы вместе со мной вышли, пошли вместе менять, где мерзли все. Но холодно было на улице. О случившемся родители мальчиков узнали только после того, как дети вернулись домой. Тут же позвонили в диспетчерскую. Оказалось, перевозчик частный. Контактов не дали, но в ситуации разобраться пообещали. Кондуктора нашли и уже провели с ней профилактическую беседу. Мы выговор ей, беседу провели и в очередной раз напомнили всем кондукторам, что высаживать детей ни в коем случае нельзя. С деньгами они или без. Ни в коем случае. Несмотря на то, что запрету высаживать детей без билетников уже почти год, такие инциденты нет-нет, да и случаются. За нарушение закона автотранспортному предприятию теперь грозит наказание посерьезнее выговора. Анастасия Мусина, Александр Шумилин. Енисей. Новости.